И далее выпуски о других событиях города и области коротко. Жертва бюрократии. Умерла 12-летняя Вика Бутенко. Девочка, боровшаяся за жизнь с редким генетическим заболеванием, муковисцидозом, сообщает в благотворительном фонде «Дети Запорожья». В мае Вика была одной из участниц круглого стола в обл.босадминистрации, где обсуждали отсутствие финансирования для больных этим недугом. Уже тогда девочка дышала через кислородный аппарат. Ой, таблеток много, таблеток, то есть за раз только жмейня, штук семь сразу за раз. К сожалению, Вика так и не достучалась до чиновников и необходимых средств на лечение так и не получила. Ночью 10 августа на одной из лавочек на бульваре Шевченко был найден окровавленный труп мужчины с признаками насильственной смерти. Его обнаружила Запорожанка, которая позвонила в милицию. Правоохранители установили личность убитого. Им оказался 32-летний житель города. Как сообщают интернет-СМИ, мужчина зарабатывал на жизнь, собирая бутылки. Его обнаружили зарезанным горлышком от бутылки. Подозреваемый в убийстве Настей Бабковой пытался совершить суицид. 9 августа он привязал простыню к полке из-под телевизора и собирался повеситься. Сотрудники СИЗО вовремя предотвратили попытку самоубийства. Рассказали в пенитенциарной службе. Еще одна потеря Запорожья в зоне АТО. 10 августа в боях под Волновахой погиб боец запорожского правого сектора Виталий Тележенко. Дата похорон пока неизвестна. Тело мужчины везут в морг Днепропетровска.